С самого детства Александр мечтал работать в органах внутренних дел. Получил высшее юридическое образование и служит в ОВД с 2016 года. С начала 2020-го раскрыл 13 преступлений, в том числе 4 кражи. Принимал активное участие в раскрытии еще 9 и выявил 40 административных правонарушений. Чувствовешь ответственность определенную за свою работу, за деятельностью. Чувствовешь ответственность перед гражданами, ведь мы все-таки защищаем их интересы, права. Традиционно конкурс проводится в три этапа. Первые два проводятся на региональном уровне. Онлайн-голосование в рамках первого этапа конкурса прошло с 11 по 20 сентября. А по окончании определились и победители. Они прошли во второй этап. В нем до 7 октября на официальном сайте регионального МВД была размещена информация об участковых уполномоченных полиции, победителях первого этапа. Также путем голосования определялись лучшие участковые. В третьем этапе сойдутся победители каждого региона и голоса жителей в онлайн-формате определяют лучшего участкового России. Крайне редко происходит такое событие. Для меня это, естественно, очень значимое событие. Я очень рад, благодарен тем людям, которые отдали за меня свой голос. Второе место по итогам второго этапа конкурса «Народный участковый» занял лейтенант полиции Виталий Гайдамака из Угловского района. Третье майор полиции Татьяна Сухай из Бийского района. Александр Кропов представит наш регион на всероссийском уровне. Дмитрий Дроздов, новости. Дмитрий Дроздов, новости.